В Умане, Черкасской области, ракета попала в жилой дом. И все последние новости узнаем у нашего коллеги Станислава Кухарчука. Он находится на месте трагедии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышите нас, Станислав? Витаю вас. Да, да. Скажите, какие последние данные по погибшим и продолжается ли сейчас разбор завалов? Смотрите, вот сейчас мы находимся возле этого дома, в который попала ракета. Российская ракета. Это было сделано очень подло, этот обстрел. В полпятого утра, в принципе, как россияне умеют это делать, когда в этом доме находились люди, которые просто не распали. Ракета прилетела, и в результате попадания ракеты целиком сложился один из подъездов. На данный момент тела людей находят буквально каждые 5-10 минут, поднимают из завалов. На данный момент, насколько мне известно, то уже около 15 погибших. Среди них есть ребенок до 3-х лет. И 17 людей получили ранения, то есть стекло, то есть осколками, камнями, которые разлетались. Усложняет разбор завалов и до сих пор продолжается. И усложняет это все дело то, что под завалами до сих пор тлеют вот эти вот бытовые вещи, которые находились у людей в квартирах. И мы, пообщавшись со спасателями, спасатели говорят о том, что шансы на то, что там под завалами, под тлеющими завалами можно будет найти живых людей, они практически равны нулю. Вот такая вот ситуация на данный момент. Единственное, что хотелось бы добавить, что россияне в очередной раз применили ракеты по городу, по житловому массиву, применили ракеты Х-101. Это старая ракета еще советских времен. Ну, последствия вы видите на видео. Станислава, знаете, я еще хотела спросить, много ли раненых, куда их везут? Да, в Умане есть большая больница. Всю ли необходимую помощь они сейчас получают? Ну, дело в том, что Умань – это довольно большой город с развитой инфраструктурой. И тут, да, здесь есть больница. То есть раненых есть, куда их доставлять и кому им оказывать помощь. Плюс, если вы можете обратить внимание, здесь и пожарная техника, и машины с швидкой допомогой. Все, что необходимо пострадавшим людям, все им предоставляют максимально, насколько это возможно. Спасибо вам. Спасибо за последнюю информацию. И напомню, что наш коллега Станислав Кухарчук был на связи со студией Freedom. Он находится в Умане. Россия ударила по городу ракетой этой ночью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.